всем привет вы на моем канале о вязании сегодня у нас будет видео о моих планах на вязание на ноябрь месяц сразу скажу что я в основном планирую в этом месяце довязывать свои текущие процессы у нас стартовал в понедельник 1 ноября совместный проект пора надеть 4 хочу вам сказать что если вы следите за этим проектом то должны понимать что девочки будут снимать старых свои стартовые видео могут снимать свои стартовые видео на протяжении всего этого проекта то есть присоединиться можно в любой момент поэтому если вы следите внимательно да если вам очень интересно то периодически обновляйте хэштег то есть проходите по стартовому хэштегу для того чтобы отслеживать видео вновь прибывших в эту компанию так я уже сказала что я стараюсь планирую до большинстве своем закончить текущие проекты я вообще вчера когда сидел его думала как это мне все распределить мне бы хотелось мне бы хотелось чтобы у меня на протяжении всего совместного проекта в конце вот в итоговом видео в отчетном в отчетном видео по субботам была готовая работа да ну что как то вот не знаю почему то мне так захотелось но вот я смотрю на свои записи и понимаю что не всегда наверно мне это будет получаться потому что у каждого из тех проектов которые я заявила совместник у них очень очень разный метраж еще нужно вывязать есть носки до которые я могу закончить сегодня вечером а есть платье которое мне еще вязать и вязать или та же ромата так поэтому вот как раз таки платье и ромату я не закончу в этом месяце потому что ну я бы конечно очень бы хотела закончить все на свете но это нереально это прекрасно понимаю поэтому платье и ромату я себе не ставлю цель закончить но я буду с ними работать это однозначно потому что так вот это потому что если я не буду их двигать что-то случилось в течение месяца твой и за декабрь есть вероятность что я их не закончу поэтому по чуть-чуть периодически буду продвигать даже вот на этой неделе планирую но мы не об этом и о планах на вязание именно на декабрь не тут есть небольшая кучка пряжи я думаю что вам видно это все процессы дополнительно тем планы дополнительные которые я еще хочу в этом месяце осуществить так у меня из текущих проектов я хочу закончить все джемпером их у меня на данный момент 3 это полосатый джемпер из пряжи alize cotton gold плюс я уже не буду наверное это все дело разворачивать потому что вы это все прекрасно видели вот значит это первый который хочу закончить все мои джемпера все до единого на стадии довязаны до троим и там уже дальше у каждого по чуть-чуть есть ажурный джемпер из пряжи alize cotton baby soft он до проем то есть там дальше от проем вверх ничего не вязано дальше cotton gold плюс совсем немножко от проем от разделения то есть они все все у меня вяжутся снизу вверх и здесь совсем немножко после проем провязано вверх и есть джемпер из пряжи на куколикой пайетки там чуть больше провязано от проем вверх по спинке то есть получается что приблизительно у всех этих трех джемперов одинаковая стадия готовности и одинаковые приблизительно одинаково остаток в работе довязать спинку связать перед выполнить обработку горловины и связать оба рукава вот поэтому приблизительно на каждый из этих процессов мне нужно потратить ну порядка 800 метров для того чтобы закончить каждый из этих джемперов вот я себя поставила задачу все эти три джемпера в этом месте закончить ну и вот получится у меня надеюсь что у меня получится есть даже есть уже порядок в котором я буду это вязать в последнюю очередь я буду вязать ажурный джемпер потому что по нему я снимаю мастер-класс но есть еще не законченные мастер-классы которая намного важнее поэтому да вот хочу три джемпера закончить и надеюсь что они как в концу ноября станут готовыми работами 1 2 и 3 так дальше очень хочу закончить так оба обе пары носков я хотела сначала дне потом думаю ну это просто смех оставлять еще еще и носки до переводить из месяца в месяц значит это носки из пряжи газал happy fit здесь у меня один носочек полностью готов 2 на стадии я вчера ничего не вязала вообще было не до этого надеюсь что сегодня повяжу значит второй носочек у меня на той же стадии что я показывала вчера во влоге выходного дня все эти очень странно что видео набрало очень мало просмотров прямо если честно даже не поняла почему я так случилось вот я думаю что я сегодня вечером этим займусь а может быть чем-то другим посмотрим как все зависит не от меня поэтому вот этот эту пару носков я хочу довязать к концу месяца желательно концу этой недели и также я хочу закончить вот эти мужские носочки которые у меня вяжутся на подарок носки на 44 размер то есть не маленькие но они будут средней высоты не высокие не короткие вот и это я уже буду двигать ну скажем так по не знаю скорее всего это станет как раз таки вот вот это я хочу закончить на этой неделе а дальше мне нужен проект маленький который можно будет с собой на учебу автошколу или допустим еще куда-нибудь где нужно подождать вот поэтому скорее всего именно эти носочки станут у меня ну аля дорожным проектом да но обе пара я хочу закончить в ноябре так давайте это тоже сюда но и это тоже сюда и это тоже сюда так и получится что если я заканчиваю а ну и сарафан конечно же сарафан конечно же сарафан он в приоритете как только заканчивается больничный я сразу же сажусь и целенаправленно заканчиваем мастер классы сам сарафан так что вот так и получается что если все будет хорошо то в этом месяце я планирую закончить шесть своих текущих процессов которые я знаю совместник пора надеть 6 из 9 это 4 плечевых изделия переставится влазить на стол это это звоночек это звоночек что все нужно заканчивать значит 4 плечевых изделия 2 пары мазков и тогда на декабрь у меня останутся из текущих проектов аромата платья и джемпер крючком в принципе неплохо так ну и теперь поговорим о тех новых проектах которые я буду начинать в ноябре но сначала мы заглянем в коробочку потому что если честно я сама не знаю что здесь лежит так что у нас тут лежит лежит пряжа на джемпер на 1 на 2 на джемпер крючком я думаю что можно временно достать лежит пряжа пайетки да то есть тоже на текущий процесс который хочу закончить в этом месяце лежит вот эта пряжа моё пока отсюда достанем я не буду начинать это умею в этом месяце я может быть только свяжу образец так и лежит лана год но мне ее конечно же не хватит то есть в принципе здесь все очень неплохо до вяжется потихоньку как бы не было мало свободного времени почему-то его все меньше и меньше становится кто ворует на свободное время насчет закончится автошкола и может быть чуть легче станет потому что реально вот кажется ну кажется у меня очень хорошая память но все равно время занимает так короче это относится к тому что в этом месяце я буду вязать да то есть это все пряжа мне в этом месте должна пригодиться поэтому здесь мы ничего доставать не будем так ну и поскольку вязать только текущие проекты это очень скучно я решила немножечко добрать и сейчас буду вам рассказывать что я хочу еще связать помимо того что у меня уже начато так первое что очень давно хочу начать это хочу начать носки из пряжи реги от шахенмайер это носочная пряжа в составе которой присутствует 20 процентов шелка и она невероятно приятная просто очень 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 классная даже несмотря на то что это не не самый мой любимый цвет а точнее этот цвет я бы сказала из тех которые я меньше всего бы неправильно не могу сообразить плохо спала в общем в последнюю очередь это цвет выбрала для для вязания плечевого изделия в свой гардероб но поскольку это будут носки то носочки мне вот те которые я запланировала очень даже видится в этом цвете ну и плюс пряжа ну вот я чувствую что она просто шикарная такой пухляш не могу нащупаться так это у нас 100 грамм 400 метров если вы не смотрели мое видео предыдущие вчера показывала 3 0 25 номер цвета 20 процентов шелка 25 полиамида 55 процентов шерсти так что но будет свободное время перемотаю но скорее всего сначала я закончу из газа хэппи фит носки а потом только приступлю к этим и эти носки буду вязать дома то есть не дорожный проект потому что у меня есть идея мне кажется классно для описания носочков так дальше еще давным-давно у меня лежит листик такой писулька на которой зарисована шапочка эту шапочку очень давно хочу связать и тоже хочу на нее составить описание как получится не знаю да то есть саму шапку то я еще не отвязывал если носке очень хорошо представляю просто вот как будто бы они уже есть то шапкой там надо будет поэкспериментировать и мне нужна наверное шапка такая тоненькая до чтобы она была теплая но тонкая и для этих целей я еще опять же тогда давно-давно придумала что я хочу использовать пряжу ализе кашмира но у меня вам здесь три мотка по-моему есть еще один моток серого пепельного цвета но я его пока что не вижу значит эти все цвета в том числе этот пепельный они но в моем понимании мне идут и поэтому я еще не определилась какой из этих цветов пойдет на шапочку шапочка будет непростая да с узорами ну вот пока что пока что моя рука больше тянется скорее к розовому не знаю розовый или вот этот значит ну давайте по цветам давайте сначала про пряжу это ализе кашмира стопроцентная шерсть здесь 300 метров на 100 грамм рекомендует спицы для вязания от 3 до 5 я буду вязать скорее всего на спицах номер три я вязала из этой пряжи детский комбинезон у меня кстати есть даже на канале мастер-класс по нему с синевым узором хорошенький комбезик получился и я его вязала если не ошибаюсь на три с половиной и мне очень понравилось полотно но шапочка шапочки ну посмотрим надо повязать образцы потому что даже образцов я еще не вязала отвяжем образцы и посмотрим как это смотрится значит вот этот розовый цвет это пудра номера 161 кстати в пряжи с содержанием акрила этот цвет выглядит абсолютно иначе вот у меня есть baby wool такого же цвета и он нежнее чистая шерсть она бледнее или может быть чуть как будто бы грязнее я думаю что связано с тем что акрила он лучше берет краску да ну то есть прокрашивается ярче что ли вот не хочу ковырять свои запасы это очень долго для того чтобы показать в сравнении да так дальше вот этот цвет очень красивый и любимый мной 152 опять же да тот же cotton gold или лана gold в этом цвете она выглядит иначе потому что в этом цвете у меня связанную кардиган лицевой гладью по которому тоже есть мастер-класс платные его можно приобрести на сайте и вот он опять же чуть 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 ярче до потом хотя про этот цвет вообще можно сказать трудно сказать что он яркий какой-то да или ярче может быть но там он как-то вот светлее что ли это пряжа такая вот чуть-чуть как будто бы грязновато и голубой номер 52 тоже красивый цвет такой голубая сталь мне кажется вот такая прелесть немножко потрепана но все же я все эти три моточка отправляю в свою коробочку и уже ближе к вязанию шапки я буду определяться да еще может быть такой вариант что с первого раза не получится или допустим я буду тестировать сама же потом в тестирование какой-то дополнительный размер если не будет тестировщика да для проверки текста так и есть у меня еще в задумках да пока вот я от от кашмира не ушла есть еще у меня в задумках перчатки перчатки простые лицевой гладью просто чтобы отработать моменты все технические и я думала про перчатки из кашмира но мне кажется что это не практично то есть я люблю что носки что перчатки что варежки я люблю когда это как вторая кожа то есть чтобы ничего нигде не пол не ползала не сползала ровненько ровненько пальчиком по руке по ножке там по запястью чтобы вот как вторая кожа в прямом смысле этого слова и что-то мне подсказывает что если вязать из кашмира им то не совсем она подходит именно к этому требованию да хотя вот по теплоте своей она бы мне очень подошла чем я не знаю может быть может быть попробовать стоит тогда бы допустим розовые или коричневая бежевая шапка да а голубые перчатки ну я подумаю так и получается носки шапка перчатки дальше у меня уже очень давно лежит последний моток вот такой пряжи в начале года я вязала зато пряжи платок у меня всего было четыре моточка по моему да это я уже и забыла хорек коала альпака и акрил пряжа китайская начинаю вспоминать у нас была феврале наверное неделя стартов да и там я оставляла даже ссылку на алиэкспресс я думаю что это видео найти не проблема будет на канале да там я оставляла ссылку нас на алиэкспресс где можно приобрести эту пряжу кстати неплохая но вот правда еще холодов таких сильных нет чтобы я такой платок намотала на шее она фушистая до невозможности и очень теплая поток довязывала долго только потому что мне было от него безумно жарко и очень красивая расцветка вот свитер бы такой я точно бы носила даже наверное через не могу так здесь по моему всего 190 метров на этикетке этой информации я не вижу а на сайте по моему было указано или 190 или 170 100 граммовый моток и получается что на платок треугольный платок я вязала такой асимметричный да лицевой гладью поперечным вязанием на спицах по номер пять я связала ну и остался один моток куда его девать нужно шапку сказать нужно нужно связать шапку и попробовать эту пряжу в резинке поэтому я свяжу самую простую шапку резинкой скорее всего один на один да это будет шапка бини может быть резинкой 2 на 2 посмотрим извяжу пряжу и будет у меня комплект хотя я не смогу сказать что я прям сильно зациклена на том чтобы аксессуары были в одном стиле из одной пряжи но просто не вижу смысла хранить этот моток но и супер теплая шапка мне тоже не помешает пусть будет в запасах так так что вот когда-нибудь каким-нибудь грустным вечерочком начать шапочку по быстренькому резинкой шапки вяжется моментально да и есть вот это ощущение готовая работа поэтому мне это очень нужно так дальше наконец-то я добралась до этого заветного мешочка я честно очень надеюсь что здесь никто не живет я не открывала этот пакет уже давно прелесть я перевяжу образец с тех пор как я вязала его у меня очень сильно поменялись взгляда на плотность но это просто какой-то котик такая прелесть слушайте значит что это такое это пряжа в составе которой какая то целая куча baby альпаки я уже не вспомню ни за что в жизни процентное соотношение я думаю что даже аня которая мне эту пряжу дарила аня павлова она пау до канала из за ней тоже вряд ли вспомнит даже мучить ее не стану этим вопросом значит мы встречались более даже не вспомнил в каком это году было семнадцатом в семнадцатом скорее всего году время летит невозможно быстро и аня привозила но мы менялись подарочками а не привезла мне вот такую здесь 200 грамм бавиночку до пряжи она тогда уже работала в магазине пряжи и досталась мне вот такая красота я очень долго не знала что с ней делать то есть ну понятно что связать можно все что угодно но хочется же такое сказать чтобы было как бы стопроцентное попадание да если можно так выразиться и в начале года я поняла что я же хочу же каптор же хочу я из тех людей которые когда начинается вот эта волна на какое-то изделие и даже все подряд я брыкаюсь до последнего но то есть мне во первых недалеко все нужно недалеко все далеко не все нравится если там когда-то вязали все подряд чайку то вязать чайку только потому что вяжут все не в моих правилах я должна этого захотеть мне должно это нужно быть то есть когда вдруг мне приспичит вязать чайку тогда И свяжу то же самое и с каперами. Вот их вяжут уже сколько? Три года, наверное, их вяжут без остановки. И тут я пришла к выводу, что да, у меня сейчас короткие волосы. Вот я была в парикмахерской на прошлой неделе, и мне снова сняли длину. Ну, не отрастает у меня. Больше пока что очень секутся кончики. И, ну, смотрится это неаккуратно. И снова у меня не будет длины такой для того, чтобы мне нравилось, как смотрятся на мне шапки. То есть мне нужен головной убор, который я могу накинуть на голову, если вдруг передвигаюсь по улице. В тот момент, когда мне холодно, шапку в руках носить или что с ней в рюкзак постоянно класть, не вижу смысла. А капер, мне кажется, будет то, что нужно. И вот я решила, что такой вот капер из этой пряжи, вот тут немножечко пятно у меня, но я очень надеюсь, что это как-то отстирается. Я думаю, что это что-то с солнцем связано, потому что пряжа лежала у меня очень долго в закрытом пространстве. То есть там, ну, ничего не могло ни потечь, ничего такого. Я не знаю, видно, вот чуть-чуть. А может быть в общей массе, да, это какая-то одна петля будет периодически, этого даже и видно не будет. Так, вот этот образец, если я ничего не путаю, я вязала на спицах номер 4. Как я уже сказала, у меня в жизни все поменялось сейчас в голове, и я хочу попробовать это связать на разных спицах. Я начну, наверное, с пятерки. То есть мне хочется, чтобы он такой воздушный получился. Ну и, конечно же, это дело я все постираю, посмотрю, как будет выбиваться пух, как это будет все смотреться, и только тогда уже буду определяться с номером спиц. Капор буду вязать, скорее всего, обычной лицевой гладью, чтобы он такой был, не привлекающий внимания. Просто как белое пушистое снежное облачко. Вот. И я очень надеюсь, что мне этого 200-граммового мотка хватит. Вот. Такая прелесть. Ну это вообще. Ну это вот, ну вот это вообще. То есть я даже, вообще с кша я тут сижу прикладываю, да, и мне кажется, что я даже не буду его чувствовать. Ну я очень надеюсь, по крайней мере, на это. Так что пришло твое время, пряжа. Видите, как бывает. И у меня так постоянно. То есть мне нужно, я не хочу убирать этот пакет, мало ли что, может этот пакет такой вредный. Мне нужно для определенных пряж, чтобы просто пришло время, чтобы захотелось какое-то определенное изделие из этой пряжи. У меня такое часто бывает, я бы сказала, даже постоянно. То есть у меня может лежать красивая, вкусная пряжа. Классная по качеству. Приятная тактильная. Но пока я не придумываю конкретно изделие для этой пряжи, она будет у меня лежать. Вот. Так что у меня много в запасах пряжи подороже, да, которая приходила мне из магазинов на обзор. У меня есть классный твит от Lions the North, кстати. Но для всего этого нужна определенная идея или определенный момент. Так, и последнее. Последнее. Мне нужно заканчивать свои хвосты, да, потому что, как я уже сказала, в каком-то из предыдущих видео с Нового года все очень сильно поменяется. И поэтому я сейчас максимально нацелена на закрытие своих хвостов различных для себя. Да, мне это нужно в первую очередь для себя. И мне нужно разобраться с описанием по детскому джемпио. Значит, я пришла к выводу, что его нужно полностью перевязать. Задумка остается та же, но мне хочется слегка изменить расчеты. Значит, вот такой джемпирог. Здесь, во-первых, именно в этом джемпире есть косяк. Я когда перепрошивала рукав, я отрезала ниту нить. То есть я отрезала нить не ту, которую я сшивала, а разрезала непосредственно петлю. И для того, чтобы все-все-все не перевязывать, я... Ну, тут у меня, короче, весело было. Грубо говоря, это все дело пришили. Да? То есть вот тут косяк, и он... Вот тут все хорошо. А вот тут очевидно, что неправильно. Ну, неправильно, а просто не так. Значит, что с этим джемпером? Что меня не устраивает? Он, вот в данный момент, он инстаграмный. Можно ли так сказать? Что такое инстаграмный джемпер? Это он выглядит так, как его бы классно было бы сфотографировать для инстаграма. То есть на картинке он выглядит так, как все классные джемпера. В жизни это оказалось, ну, не совсем практично. То есть в данный момент он до сих пор еще велик. К тому времени, как он нам будет в пору, я думаю, что это случится совсем не скоро. А мне нужно... Ну, во-первых, мне ребенку нужен какой-нибудь такой теплый джемпер. И я решила в силу того, что мне все равно нужно более, скажем так... Ну, то есть без косяков изделие. Плюс описание пересчитывать по изделию... Как это? Чисто вот по памяти это очень сложно. Ну, то есть можно накосячить. Потом это понесет еще больше временные расходы, да? Расстраты. Поэтому я решила еще один такой джемпер. Почему нет? И у меня для этих целей есть пряжа. Единственное, что я очень переживаю, что мне может не хватить. Я взвесила вчера... Не вчера, позавчера. Наверное, вот этот из Мирина Ройл, да, тот предыдущий я вязала. Он весит 249 грамм. Ну, то есть 255 мотков Элизе Мирина Ройл. В Мирина Ройл 100 метров на 50 грамм. То есть джемпер 500 метров расход. Здесь метраж поменьше. Здесь 90 метров на 50 грамм. Но если в сумме посчитать, то это все равно больше, чем 500, да? 540. И я очень надеюсь, что мне как-то вот впритык хватит. Основная загвоздка в том, что там же полоски, да? И полоски в определенном порядке, с определенной шириной. И вот, ну, хоть бы не получилось так, что не хватит, допустим, чего? Допустим, белого, да? Может быть, тогда Мирина Ройл возьму. Короче, посмотрим. Значит, это пряжа Профил. Я ее покупала. По-моему, на день рождения она свою сама себе подарила. 100% Мирина Экстра Файн. В Минске брала. В магазине Искусница, если я ничего не путаю. Спицы рекомендуют 5-6. Я буду вязать на спицах, на которых у меня связан предыдущий джемпер, а именно на 4,5. Чтобы мне не пересчитывать плотность. Хотя, опять же, надо сначала образцы создать, да, и посмотреть. Хоть бы не промахнулась я. Итальянская пряжа. Приятная, но не настолько, чтобы стоить в 2,5 раза дороже, чем Мирина Ройл. Ну, то есть, я не поняла, почему так. В тот момент, когда я выбирала, я ориентировалась на наличие нужных цветов. Хотя, в принципе, самое время, наверное, попробовать бы из чего-нибудь другого. Но, опять же, у меня есть Мирина Ройл много. Но, чтобы так вот классно сочеталась, как мне нравится, ничего такого подобного нет. Ну, и пряжу надо попробовать, почему бы и нет. Поэтому, скорее всего, мы на этом остановимся. Пока что я уже остановилась. Значит, по цветам. Это 46-й красный. Он краснее, чем тот, который красный Мирина Ройл. Он такой более мак такой, да, насыщенный. Белый 0,01. Я люблю, когда белый в палитре 0,01. Это логично. И серый номер 714. Серый тоже чуть-чуть отличается. Он такой темнее чуть-чуть, да, как мокрый асфальт. И каждого у меня по два мотка. Вдруг вы еще не заметили. Так, что здесь? Ручная стирка. Горизонтальная стружка. Можно утюжить на единицы. Никогда этого не делала. Никогда у меня изделие так не выглядело, да. То есть, обычно, когда вяжешь измереноса, ты уже над этим трясешься. Но чтобы еще и утюжить, надо быть слишком смелым. Это не я. В этом плане это не я. Так, даже не знаю, что вам тут еще сказать. Потому что вроде бы как больше никакой информации здесь нет. Вот. Так что получается, что если все будет хорошо. Но у меня этот месяц, он насыщен на другие важные дела. Прям сильно насыщен. Из того, что могу озвучить, это только сдача экзаменов в ГАИ. Да, то есть, уже в конце этого месяца я, ну, надеюсь, что все будет хорошо. Я буду с правами. Хотя, если честно, я не знаю. Скорее всего, с правами это вряд ли в руках, да. А с успешно сданным экзаменом наверняка, да. То есть, наверное, есть какое-то еще там временное изготовление. Поэтому не могу я первый раз это делаю. Не могу точно знать. Итого выходит. Если все будет хорошо. У меня будет закончен к концу месяца. Сарафан, три джемпера и две пары носков. Дальше. Носки из региа, джемпер детский, перчатки, капор и две шапки. 12 готовых работ. Уже звучит неправдоподобно. Правда ли? Ну, ничего. Много аксессуаров. Поэтому. Ну, что поделаешь, да? Надо. Надо что-то придумывать. Надо вязать. Все. Это все мои планы. Коробочка моя снова вот. Сыта. По самое не хочу. Мне нужно. Я уже заметила. Что если я планирую много новых процессов. Даже если это мелкие процессы. Мне нужно параллельно с довязыванием текущих крупных или мелких. Любых. Уже готовить образцы. Поэтому. Правильнее было бы, да? Какой-то из этих пряж. Уже сегодня. При условии, что я на этой неделе точно ничего нового начинать не буду. Уже какую-то из этих пряж просто взять для того, чтобы подготовить образец. Постирать. У меня с этим почему-то трудно. Вот я вяжу образцы. Я понимаю значимость. Они мне нужны. Я без них не умею. Но это так не интересно. Связать. Постирать. Посмотреть. Посчитать. Перевязать. Возможно. Вот для меня это скука. Поэтому надо это как-то вот в бытовуху вклинивать. Может быть я с бобинной пряжи начну. Посмотрим. Ну потому что капор мне больше всего хочется из этого всего вязать. Капор и носки. Носки спрятались. Его сразу с глаз пропали. Я забыла. Так. Это все. Ой, бедная моя коробочка. И так она уже вся разорванная. Это все. Ну посмотрим, чем закончится ноябрь. Подведем потом итоги. На следующей неделе я планирую выпустить видео о готовых работах. На этой неделе хотела, но не получается. Потому что больничный наш еще не закончился. С Максом это нереально снять. Вот. Поэтому встретимся еще в видео о готовых работах. Вот. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, если вам было интересно. Если вы чего-то ждете готовенького. Мы с вами совсем скоро увидимся в новых роликах. До новых встреч. И всем пока-пока. Продолжение следует.